В этом году школа Одинцовского округа заканчивает более 6 тысяч выпускников. Совсем скоро им предстоит сдача итоговых экзаменов, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. Об этом мы сегодня поговорим с исполняющим обязанности начальника управления образования администрации Одинцовского округа Олегом Васильевичем Дмитриевым. Здравствуйте, Олег Васильевич. Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые зрители. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы гостю в студии вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84. Но сейчас, наверное, у всех родителей при чевоязыцах это дистанционное обучение. С 21 марта мы перешли на вот такую форму. Не по своей воле так продиктовали эпидемиологические условия. Вот можно как-то подытожить. Удачный получился эксперимент? Ну, я бы сказал, что это не эксперимент. Эксперименты по дистанционному обучению в системе образования Одинцовского округа проводились и до введения особых условий. Более того, у нас есть образовательное учреждение Школы Гармонии, которое уже на протяжении последних 5-6 лет проводит дистанционное обучение с детишками с ограниченными возможностями по здоровью. И поэтому мы включились в общий только формат, рекомендованный Министерством просвещения, Министерством образования Московской области, который охватил всех учащихся. И, в общем-то, если подводя итоги, работа прошла успешно. Были первое время некоторые нарекания по технической работе самой платформы, но отдать должное технической службе поддержки Министерства образования Московской области все замечания быстро устранялись. Были также замечания, пожелания больше даже от родителей, что детки, учащиеся, перегружены заданиями, которые даются в форме дистанционного обучения. Но, в общем-то, потом и дети, и взрослые все втянулись в этот процесс. Поэтому прошло все успешно. И главное, что мы выполнили в ГОС, федеральный государственный стандарт образования, весь учебный план, который был намечен, мы исполнили. И дети, наверное, стали немножечко самостоятельнее. Ну, во-первых, самостоятельнее, во-вторых, мера ответственности, которая не прониклась в большинстве своем, в общем-то, возыграла свою роль и, в общем-то, положительно сказалась на самосознании детей в отношении к учебе. Ну и родители, наверное, немножечко по-другому на труд педагогов посмотрели. Не так-то все просто, как казалось, иной раз. Да, вы знаете, и в частных беседах порой те же родители говорили, мы теперь понимаем, насколько трудно, насколько тяжело общаться. Ладно учить, ладно там донести предмет, а просто общаться каждый день там по 5-6 часов в день своим ребенком. То есть те родители, которые также находились на самоизоляции и принимали активное участие в дистанционном обучении детей. Дистанционное обучение, у него есть свои плюсы и минусы. Об этом говорят все. О том, как одинцовские школьники привыкали к онлайн-урокам в нашем следующем материале. Контрольный диктант. Весна наступила. Теперь гаджет во благо. С помощью смартфона, компьютера или ноутбука можно не только написать диктант, но и пройти новую тему по любому предмету и получить домашнее задание и узнать оценки. Анастасия Никитина учится во втором классе на дистанционном обучении вторую неделю. Ну, мы домашнее задание, кто зарегистрирован, с детей смотрим в школьном портале. Отметка тоже. В коридорах и классах непривычно пусто. Вместо указки компьютерная мышка. Несколько кликов и заданий получили все 37 учеников. Аделя Музафарова, учитель начальных классов, признается, с одной стороны дистанционное обучение потребует от школьников самоконтроля, а с другой позволит учителю применить к каждому индивидуальный подход. Наши онлайн-платформы позволяют отслеживать каждого ученика. И более того, мы имеем теперь возможность индивидуально подходить к каждому. Конечно, мы на уроках обычных стараемся подойти индивидуально, но когда в классе более 30 детей, это сделать сложно. Здесь система позволяет подобрать ребенку по уровню заданий. Хотя без помощи родителей все же не обойтись. Мамы и папы младших школьников могут не только проконтролировать выполнение заданий, но и помочь не растерять недавно приобретенные навыки. Очень важно не потерять только-только появившиеся навыки грамотного письма. Поэтому мы очень надеемся на помощь и понимание родителей, которые организуют своего ребенка. Где-то по просьбе учителя отнесутся с пониманием, пришлют фотографию письменных работ своего ребенка. Школьный портал и онлайн-платформа «Фоксфорд» – современные технологии позволяют получать знания, не выходя из дома. На дистанционное обучение перешли все образовательные учреждения Одинцовского округа. Прогулять виртуальные уроки не получится. У педагогов каждый ученик как на ладони. Время уроков, естественно, будет сокращено. Это не как обычный урок, потому что это мы все прекрасно понимаем. Дети находятся, сидят за компьютером. Естественно, им даются задания. И в электронном дневнике все задания прописываются. Через школьный портал, конечно, педагог может отследить, как ученик этим занимается. Для тех, кому ребенка не с кем оставить дома, в образовательных учреждениях округа создаются дежурные группы. В каждой не более 12 человек. Они рассчитаны на учеников с 1 по 4 классы. Перед занятиями детям придется пройти утренний фильтр. По-прежнему действуют все правила дезинфекции. Дистанционное обучение, как и работа дежурных групп, протлится до 6 апреля. А там начнутся долгожданные каникулы. А я напоминаю, что в прямом эфире телекомпании Одинцова программы «Главная тема». И сегодня мы говорим о едином государственном экзамене. Телефон прямого эфира 8495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы. Олег Васильевич, так когда же в этом году начнутся госэкзамены? Уже известно расписание? Да, конечно. Расписание известно, оно уточнено, оно утверждено Министерством просвещения Российской Федерации, подтверждено нормативными документами Министерства образования и, соответственно, нашими локальными актами. 29 и 3 июня пройдут так называемые пробные предварительные сдачи и начало, и сдачи ЕГЭ. Это, в первую очередь, для того, чтобы отработать, как готова система образования, систему пунктов приема экзаменов к сдаче государственной итоговой инститации в рамках требований Роспотребнадзора. А уже очная сдача ЕГЭ начнется 3 июля. То есть это будет первый очный экзамен. Какой экзамен будет первым? Первый экзамен будет география, литература, информатика. А вот уже 6-7 июля два дня в этом году выделяется на сдачу экзамена по русскому языку. Это самый массовый экзамен. Он пройдет два дня для того, чтобы не было большого скопления детей, учащихся в аудиториях, как раз с требованиями Роспотребнадзора и с теми стандартами по организации итоговой аттестации, которые нам выдвинуты. Я правильно понимаю, что пробный ЕГЭ будет проходить без участия учеников? Да, без участия учеников. То есть это такой технический момент, когда будет самопроцедура? Да, техническая апробация. Потому что в итоговой аттестации заняты не только сами учащие, которые сдают, но это и комиссии, государственные институтные комиссии, наблюдатели. Плюс в этом году у нас будут работать контролеры COVID. Плюс технические средства контроля, которые дают информацию в ситуационный центр. То есть вот для этого, так как мы тем более в этом году со смещением и по срокам, и аудитории у нас раньше были по 15 человек, да, возможно. Сейчас мы разводим детей, их по 8 человек будем размещать, не больше 8 в аудитории. Поэтому все эти моменты нужно на практике опробировать. COVID-контролеры это кто? Медики? Нет, это не медики. Это те служащие, которые будут контролировать выполнение стандартов, разработанных Роспотребнадзором по организации учебного процесса. В данном случае по организации сдачи государственной итоговой аттестации. Так как у нас на всех пунктах приема экзаменов будут соблюдены эти требования. Это дезинфекция помещений, это обработка рук, поверхностей, это обеззараживатели воздуха, дезинфицирующие устройства, которые без вреда здоровью человеку. То есть весь этот комплекс мероприятий, это дистанционная термометрия с помощью специальных термометров. Вот весь комплекс мероприятий, который разработан Роспотребнадзором, как он будет соблюдаться, для этого специальный человек, который называется или стюард, или контролер. И на каждом пункте сдачи экзаменов будет присутствовать. На каждом пункте приема экзаменов, да. Раньше экзамены ЕГЭ сдавали все выпускники без исключения. Сейчас, я так понимаю, и это тоже изменилось. Да, ситуация изменена. То есть будут сдавать ЕГЭ только те учащиеся, которые будут поступать в ВУЗы. И количество экзаменов изменено. То есть будут сдаваться только те экзамены, которые необходимы для поступления в тот или иной ВУЗ или на тот или иной факультет. Поэтому, в общем-то, те учащиеся 11 класс, выпускники, которые не собираются дальше продолжать обучение в высших учебных заведениях, они сдавать экзамен не будут. То есть ассистат они получат по итогам года, скажем так? Да, аттестат будет выдаваться по итогам 2010-2011 года. Более того, вы знаете, у нас есть медалисты, они всегда и в этом году. То есть, по крайней мере, прогнозируемые медалисты по итогам оценок. И вот в этом году медаль за успехи в учебе будет выдаваться вместе с аттестатом об окончании школы и получении среднего общеобразования по итогам средне-алифметических шести оценок годовых и полгодовых за 10-11 класс. Ну, молодые люди, особенно 11-классники, народ ветренный. Сегодня он не хочет в УСА, завтра передумал. Как быть в такой ситуации, если вот на данном этапе он не сдал ЕГЭ? Есть возможность сдать позже? Ну, позже, если вы имеете в виду в этом году, то у нас окончание сдачи экзаменов. То есть, во-первых, даются резервные дни. Это 24-25 июля. Плюс те, кто не сдали итоговую аттестацию, те, кто не смогли сдать ЕГЭ по уважительным причинам, будут резервные дни дополнительно выделены в августе. Но так, в общем-то, как предусмотрено законом, если в следующем или когда-то году решил ученик поступать в УСА, он уже, скажем так, доживем до следующего года, будет сдавать в том формате законом, который предусмотрен будет в будущем. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Сегодня мы говорим о ЕГЭ. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Екатерина. Екатерина. Очень приятно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос Олегу Васильевичу. Я бы хотела узнать, каким образом дети будут получать золотые медали. Спасибо большое. Если адестат, все пятерки. Екатерина, у вас медалист намечается? Да. Поздравляем вас. В какой школе учитесь? Гимназия 13. 13-я гимназия. Олег Васильевич, как медалисты получат заслуженную награду? Да. Как я уже сказал, я только еще раз подчеркну, что медаль за особые успехи в учении будет выдаваться по результатам оценок в аттестат. Будет браться среднее арифметическое для выставления этих оценок за полугодовые годовые оценки 10-11 классов. Если получается по всем учебным предметам отлично, то учащийся получает медаль. Вот эта медаль, это приятный бонус или какие-то привилегии она при поступлении в ВУЗ дает? Скажем так, это даже не бонус, это оценка, это достойная оценка со стороны системы образования тех трудов, которые учащийся совершал в течение 11 лет обучения. Я бы так назвал. То есть это такое поощрение, это подтверждение того, что ученик все 11 лет успешно отдавался учебе. Действительно заслуженная награда. Одинцовский район, Одинцовский Орг, насколько я понимаю, практически всегда в лидерах по числу медалистов. Вот в этом году можно хотя бы примерно сказать, тенденция сохранится? Ну, тенденция сохранится даже, я полагаю, на увеличение. Ну, во-первых, в общем-то, темпы качества обучения у нас никогда не снижаются, только повышается у нас из года в год, повышается количество медалистов. И в этом году мы тоже прогнозируем увеличение по сравнению с прошлым годом. И по результатам, конечно же, мы это доведем. Более того, при благоприятной эпидемиологической обстановке, если будут разрешены массовые мероприятия, потому что, допустим, сейчас массовые мероприятия, даже по выдаче аттестатов, они запрещены. Они будут проводиться, и формат будет разрабатываться каждому образовательному учреждению отдельно, с соблюдением всех норм защиты и всех правил, которые предусмотрены Роспотребнадзором. Но, надеемся, к периоду, когда закончится государственная итоговая аттестация, мы для медалистов проведем выпускной. Более того, могу всем озвучить, что такое поручение Андрей Робертович Иванов нам уже дал, чтобы мы разработали, опять же, повторюсь, при благоприятной эпидемиологической обстановке, чтобы мы разработали план мероприятия, в каком формате, как это провести. Чтобы, в общем-то, это знамя праздника, оно, в общем-то, присутствовало в сердцах детишек, которые в этом году закончили школу. И должно запомниться, конечно, на всю жизнь. Да, запомниться на всю жизнь. В этом году последние звонки, ну, так получилось, прошли онлайн. Вот есть какие-то отзывы? Выпускники довольны? Ну, вот таким форматом, но праздник, тем не менее, все-таки, несмотря ни на что состоялся. Ну, во-первых, праздник, несмотря ни на что состоялся. Во-вторых, отдать должное общему пониманию и выпускников, и взрослых. Все понимают, что это особые условия. И в этих особых условиях, в общем-то, рассчитывать на какие-то массовые, запоминающие праздники, к сожалению, не приходится. Но даже то, что в таких стесненных условиях, с помощью вашей компании нам удалось организовать, это запомнилось. И, по крайней мере, мы слышали только положительные отзывы. Потому что, ну, некоторые, я не хочу сказать, многие-немногие, то есть такой статистики нет. Но некоторые, исходя из общения там с детьми, с родителями, даже, ну, рассчитывали, что вообще последний звонок, ну, не состоится в этом году и никак не запомнится. И вы знаете, что и на уровне округа Одинцовского последний звонок в онлайн-режиме стоялся, и на уровне Московской области, где присутствовал и Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор, министр образования Ирина Александровна Коклюгина, поздравили детишек. И была праздничная концертная программа. То есть, ну, мне почему-то кажется, что с позитивом воспринят этот формат. В тех условиях, повторюсь, в которых мы оказались все. А я хочу сказать, что мы были на внутришкольном последнем звонке в девятой школе. И несмотря на то, что все проходило в Зуме, ну, то есть онлайн-платформа, на самом деле мало кто мог сдержать эмоции. Это дорогого стоит. Я предлагаю вспомнить, как это было в девятой школе 22 мая. Ирочка, после моих слов, когда я скажу, да, что пусть последний звонок будет сигналом во взрослую яркую жизнь, да, и так далее, поздравляю, ребята. И ты берешь колокольчик. Бери колокольчик. Давай мы с тобой попробуем. И начинаешь звонить. Только переворачивай колокольчик. И прям громко-громко. В главной роли Ирина Штанова из 2-го Б. Именно ей предстоит дать последний звонок для выпускников школы номер 9 имени Неделина. Впрочем, колокольчик ей доводилось держать в руках и раньше, на первой в ее жизни школьной линейке. Меня посадили на плечо мальчика, и он прошел круг по территории, а я звенела в звонок. До праздника остаются считанные минуты. Волнение нарастает. Формат проведения мероприятия никак не влияет на его значимость. Под звон колокольчика выпускники, как и их предшественники, в прошлые годы попрощаются с детством и школьными буднями. Каждый у себя дома, но все равно вместе. Вы у нас, наверное, ребята, уникальные дети. Получилось так, что уникально у нас сегодня с вами и последний звонок происходит. И вы уникальны в том, что мы вас увидели в другом. Последние два года я увидела совершенно других детей, совершенно другие ребята. Вы творческие, вы креативные, вы классные ребята. Сдержать эмоции у выпускников не получилось. Последний звонок, хоть и дистанционно, звенит не каждый день. С 21 марта выпускники девятой школы учились дистанционно. С одной стороны, они расстались раньше времени. А с другой, это позволило выкроить дополнительный месяц на подготовку к экзаменам. Вам, наверное, в другом смысле даже повезло. У вас еще целый месяц для подготовки к ЕГЭ. И уж, пожалуйста, учитесь, вспоминайте все. Даже учебники не обязательно пока сдавать, пока вы готовитесь к ЕГЭ. Совсем скоро выпускники сдадут экзамены и станут студентами. Но школьные двери для них открыты всегда. Каждая первая суббота февраля в образовательных учреждениях Одинцовского округа. Вечер встреч выпускников. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о едином госэкзамене. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Олег Васильевич, пункты сдачи экзаменов всегда с точки зрения безопасности были хорошо оборудованы. Расскажите, пожалуйста, как они будут оснащены в этом году? Как будут следить за безопасностью? Мы немножко с точки зрения ковида об этом поговорили. Давайте подробнее расскажем. В этом году все требования, которые из года в год определены министерством, Рособорнадзором, с теми службами, которые отвечают за жизнь и здоровье детей, все требования будут, безусловно, выполнены. То есть также на пунктах приема экзаменов будут металлодетекторы, также будут работать комиссии, председатель комиссии, члены государственной экзаменационной комиссии. То есть все службы, все сотрудники по приказу управления образованием, министерства образования Московской области, все будут. Также по требованию Рособорнадзора и министерства просвещения будет стоять специальное оборудование, которое будет глушить мобильную связь. Также будет работать стационный центр, куда в онлайн-режиме с пунктов приема экзамена будет поступать видеосигнал. То есть до малейших подробностей, то, что будет происходить в аудиториях, будут видеть сотрудники Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования, Рособорнадзора и ситуационный центр целиком, где собирается информация. Поэтому все требования будут соблюдены. Списать будет невозможно. Списать будет невозможно. То есть очная форма сдачи единого госэкзамена будет в том же формате, с теми же требованиями, которые были из года в год проходили. Более того, у нас с прошлого года улучшена система видеонаблюдения, которая, в общем-то, до мелочей может видеть и наблюдать за тем, что происходит в аудиториях. А часто ли экзаменующиеся пытаются списывать? Бывали такие прецеденты, когда ловили? Вы знаете, у нас очень дисциплинированные экзаменующие, очень сознательные, и у нас таких претендентов не было. То есть все идут осознанно на экзамен, все готовятся. Да, конечно же, переживают, да, конечно же, волнуются. То есть это нормально. Но так, чтобы нарушить требования, которые определены при сдаче госэкзаменов, таких случаев у нас не будет. Пункты проведения будут также располагаться в школах. Я правильно понимаю? Да, у нас 14 пунктов, 9 в Одинцово, 2 в Звенигороде и по одному Кубинка, старый городок, там, где будет тоже оборудован пункт приема экзаменов. То есть те же пункты приема, которые были в прошлом году, и добавлены пункты приема, которые в образовательном учреждении города Звенигорода. Но школьники в своей школе по-прежнему экзамен не сдают, перемещаются в другое? Не сдают. Единственное, по составу экзаменующихся учеников, в связи с режимом самоизоляции, у нас, допустим, 4 ученика будут из других регионов сдавать в наших аудиториях, в наших пунктах. Но в то же время 30 учеников, которые оказались в режиме самоизоляции в других субъектах Российской Федерации, будут сдавать там. Все списки утверждены в Министерстве образования. Ученик приходит на пункт приема экзамена с документом, достоверяющий личность. Более того, его сверяют по списку, что он именно к этому пункту приема экзамена прикреплен. И тогда он допускается для сдачи экзамена. А кто будет следить за ходом экзаменов? Кто входит в комиссию? Проходят ли эти люди обучение специальное? Конечно. Все члены Государственной экзаменационной комиссии проводят обучение. Обучение длится в течение всего года. Проводят его специалисты Министерства образования, где до мелочей разбираются штатные и нештатные ситуации поведения и председатели комиссии, и наблюдатели, даже общественных наблюдателей. То есть практически, как мы говорим, по молекулам разбирается вся ситуация, весь ситуационный формат, который может возникнуть при сдаче экзамена. В этом году добавились просто, повторюсь, требования, которые определены Роспотребнадзором. А так, в общем-то, тот формат и те правила будут соблюдены. И все члены комиссии, они, в общем-то, обучены и прошли по приказу Министерства образования Московской области. Насколько я понимаю, ЕГЭ самих школьников не очень пугает, потому что все оттачивается в ходе школьного процесса учебного. В общем, да. То есть, когда ты, во-первых, готов, тем более, когда проходит и апробация, и подготовка, и когда ЕГЭ проходит из года в год, соответственно, уже и педагоги, скажем так, помимо того, что мы наполняем материалом дополнительным каким-то, чтобы уверенно была освоена программа, которую потом предстоит сдавать детям на ЕГЭ, педагоги готовят именно с точки зрения психологической, организационной к сдаче ЕГЭ именно своих детей, своих выпускников. И, конечно, уже это, ну, как при любом экзамене, психологический стресс, конечно, есть, но это уже не так страшно, я бы сказал, как это было в первые периоды этапа, начало итоговой атсистации в формате ЕГЭ. Нет ли какой-то статистики? Да, есть ведь обязательно часть экзаменов, и те, которые по желанию, правильно я понимаю? Вот чаще всего какие экзамены выбирают? Точные науки или гуманитарные? Вы знаете, сложно сказать, допустим, гуманитарная наука общества знания, которая, в общем-то, и сложнее дается с точки зрения обучения, познания, хотя не следующим может показаться, ну, подумаешь, гуманитарной науке, но при этом выбор, допустим, в пользу общества знания всегда был больше, да, и, вернее, не больше, а, ну, сроднись с математикой, с другими науками. Поэтому, в общем-то, больше определяется количество, они основные предметы, теми требованиями, которые выдвигают вузы, теми факультетами, особенно, особо популярные, куда идут выпускники. Мы с вами сейчас говорили в основном, ну, не в основном, об одиннадцатиклассниках, о тех, кто планирует сдавать ЕГЭ. А что касается девятиклассников, чего им ждать в этом непростом году? Ну, девятиклассникам ждать, как, впрочем, одиннадцатиклассникам получения аттестатов до 15 июня. То есть они, девятиклассники, освобождены от сдачи экзаменов и получают аттестаты, как я сказал, до 15 июня, и время определяет уже администрация школы по итогам оценок. ГИА не сдаем? Нет. В этом году повезло девятиклассникам, они остались без ГИА. В этом году, да, им повезло больше, чем предыдущим поколениям. Но, говорят, у тех, кто будет сдавать ЕГЭ, тоже есть плюс на месяц больше подготовки. Ну, в общем, да, и никто не знал, во-первых, точно, дат до конца, и не знал по той простой причине, что мы все с вами свидетели тех героических поступков в системе здравоохранения, которые предпринимались, чтобы остановить распространение вируса. И, соответственно, в общем-то, точной даты никто не знал. Ну, да, все понимали, и педагоги, и мы, уж тем более чаще, что это будет не в июне. И не думаю, что кого-то расслабило. Вы правы, что это дает возможность подготовиться, тем более сейчас, когда определены точные даты и когда уже понятен, когда будет сдача экзаменов. Есть время собрать всю волю в кулак и начать подготовку. Несмотря на пандемию коронавируса, как мы уже говорили, праздник последнего звонка для выпускников нашего округа все равно состоялся. Старт торжественным мероприятиям дал прямой эфир на нашем канале. Подробности в следующем материале. Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. С вами я, Евгения Августина. Сегодня в прямом эфире нашего канала мы отметим одно из главных событий мая – праздник последнего звонка. Каждый у себя дома, но все-таки вместе. Выпускники Одинцовского округа, в этом году их более 6 тысяч, отметили последний звонок в прямом эфире нашего канала. Благодаря современным технологиям расстояние практически не ощущалось. Считанные минуты и зрители уже в лицее номер 6, где вот-вот зазвенит колокольчик. 5, 4, 3, 2, 1. Вопреки традициям, в этом году последний звонок школьникам Одинцовского округа дали не первоклашки, а сами выпускники. Золотые медалисты из лицея номер 6. Ирина Стрижак, директор учебного заведения, признается, каждый выпуск кажется, что лучше детей уже не будет. Но лицеисты не перестают удивлять. Каждый год думаешь, все, вот лучше этих выпускников не будет. Каждый год отпускаем и думаем, поставить, если можно, на второй год. Таких замечательных. Очень жалко, очень хороший выпуск, замечательные у нас дети. Поэтому, конечно же, всегда мы с болью в сердце отпускаем большую жизнь. Несмотря на новый формат проведения праздника, многие традиции удалось сохранить. В прямом эфире ОТВ прозвучали поздравления от учителей, родителей и первоклашек. Дистанционно поздравил с праздником выпускников и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Каким бы продвинутым поколением вы ни были, подозреваю, что не так вы себе представляли прощание со школой. И хотели в этот день быть рядом с одноклассниками, со своими учителями. Все-таки живем мы не в цифровой матрице. И сейчас еще раз можем осознать, как ценно, тепло живого человеческого общения. Это один из уроков, которые мы с вами получили. И, конечно, не обошлось без прощального вальса в исполнении выпускников. Когда уйдется школьного вальса От звуки нестареющего вальса Выпуск 2020 уникальный, не устают повторять учителя. На его долю выпало дистанционное обучение. Раньше такой практики в школах округа не было. И госэкзамены выпускники будут сдавать чуть позже, чем обычно. А самое главное, они запомнят на всю жизнь. Ни одна социальная сеть и ни один мессенджер никогда не заменят живое общение. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о едином госэкзамене. 8495 508 86 84. Звоните, задавайте свои вопросы. Времени осталось совсем мало, чтобы у нас была возможность дать вам на них ответы. Олег Васильевич, не могу не спросить. Ваш последний звонок помните? Помню. Расскажите, он был, конечно же, не онлайн. Нам повезло, у нас были живые последние звонки. Да, это и живой последний звонок, это и форма запоминающаяся, это и трепетные ощущения, плюс предстоящие экзамены, аттестат. В общем-то, много было волнительно. Тем более, ну, скажем так, если говорить персонально обо мне, я стремился к высшему результату. Вот, и его предстоялось, скажем так, осуществить, добиться. Слава Богу, добился. Поэтому, да, помню, запомнился. Ну, в общем-то, это был всегда праздник, это была радость в любом случае, помимо волнения. Это было ощущение того, что ты в своей жизни прошел, ну, какой-то празднично ответственный этап. Тем более, когда, в общем-то, становление личности происходило, тем более, когда, ну, и сейчас мы говорим нашим выпускникам, и нам всегда говорили, что это вот первый этап, самый значимый, это фундамент вашей жизни. И мы настолько проникновенно были этими мыслями, что об этом только и думали, чтобы этот этап, этот фундамент был максимально хорошим. То есть я имею в виду сейчас про оценки, медали и так далее. Ну, наши школьники говорят сейчас тоже очень целеустремленные молодые люди. А вот так, скажем, поколения меняются, да, фактически на ваших глазах очень много поколений школьников смеял друг друга. Сейчас вот чаще всего говорят, сколько мы не общались с директорами, с учителями, что современная молодежь креативная. Ну, современная молодежь, она на то и современное, да, слово, если уж семантику слов, это во все времена были. Что они, конечно же, во многом и должны, и отличаются с точки зрения, допустим, формата, образа, подхода к обучению, да, там, методов обучения. Но что остается из поколения в поколение, да, какие бы креативные не были, это те переживания, это те ощущения ответственности, которую ты прошел и с чем-то, и с каким багажом ты выходишь после 11 лет. То есть раньше мы выходили, да, после 10, после 11. Это на самом деле для, и мы даже общаясь и с учениками, все равно для каждого, какой бы он, там, отличник, был не отличник, послушный или где-то хулиганистый, все равно ощущение того, что за плечами определенный этап жизни серьезный, да, то есть ты после садика... Ну, конечно. Да, ты не можешь этого понять. А здесь уже практически взрослые люди. И вот ощущение того, что за плечами очень серьезный этап жизни, этап, наполненный не только программой обучения, но это общение, это друзья, это педагоги, это переживания родителей, то есть это такая знаменательная веха в жизни любого человека, и сегодняшние ученики, сегодняшние выпускники ничем не отличаются от тех, которых были, там, 20-30 лет назад. Это вот говорить, если про мое восприятие, мое ощущение. Да, да, как мы плакали на последних звонках, так и они плачут даже в Зуме. Так и сейчас плачут, да, сейчас плачут, да, да, правильно вы говорите, неважно, что даже казалось бы, такого никто не мог представить, что вдруг будет последний звонок в Зуме, в онлайне, но даже он, да, можно назвать, что это креатив своего рода, да, цифровывание системы образования, можно так сказать. То, к чему мы шли, в общем-то. С иронией, конечно, это говорю, да, то, к чему, с иронией, то, что все-таки последний звонок должен быть очно. Но, тем не менее, вы правы, эмоции те же самые, эмоции переживания, эмоции расставания, они те же самые из поколения в поколение. Зато сколько там ругают детей, да, положи ты уже этот свой гаджет, сколько, а сейчас они уже сами рады эти гаджеты убрать, встретиться с друзьями, прийти к учителям, пообщаться. Да, и мы видели с вами много достаточно и роликов, и комичных, и это в жизни так есть, когда детки просятся, верните меня в школу. И родители очень тоже хотят. Да, я хочу пообщаться, я хочу поговорить с учителем, я хочу пошептаться с учителем, там, или с друзьями увидеться. Списать, в конце концов, у соседа. В конце концов, да, то есть все-таки живое общение, оно незаменимо, тем более в таком нелегком, хотел сказать, труде. И для детей, для всех это труд, это процесс как обучение, то есть здесь без живого общения, конечно, тяжело, но и не совсем правильно. Олег Васильевич, давайте немножечко подытожим, когда наши выпускники получат свои аттестаты, ну и в какой, может быть, вот на данный момент предполагается форме это будет? Аттестаты до 15 июня, как я уже сказал ранее, получат все и выпускники среднего общего образования, и основного общего образования, то есть и 9, и 11 классы. Формат, регламент, график получения каждого образовательного учреждения составляет само, они нам докладывают, мы эту информацию компилируем и уже просто отслеживаем, чтобы были соблюдены основные требования по запрещению массового скопления детей, взрослых в аудиториях, то есть обязательно должны быть предусмотрены все требования по профилактике распространения вируса в помещениях, так же, как, в общем-то, и на пункт приема. Ну и оценки, аттестаты будут без учета оценок на экзаменах. То есть вот главное серьезное отличие, что они будут выданы по результатам учебы, без учета экзаменационных оценок. Пока на данный момент безопасность на первом месте, пока еще риски слишком велики. Но в конце концов есть первая суббота февраля, когда можно прийти в родную школу и увидеться с любимыми одноклассниками. Этого тоже никто не отменял, это будет с поколения в поколение. И дай бог к этому моменту ситуация эпидемиологическая поменяется и можно будет встречаться. Олег Васильевич, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Суббота.